4 ноября на территории ВДНХ в Москве начнет работать международная выставка достижений регионов России. Участие в ней примут все 89 субъектов страны. Ульяновская область не станет исключением. Проект запустили по инициативе президента Владимира Путина. Со дня открытия выставки в 75-м павильоне будет работать стенд Ульяновской области. Главным экспонатом станет макет кабины легендарного транспортного самолета Ил-76 в натуральную величину, другие экспонаты, которыми может гордиться наш регион. Посетители смогут поуправлять самолетом с применением настоящих авиационных приборов и прилететь над Ульяновском. Обсудили ожидаемые итоги социально-экономического развития Ульяновской области за 2023 год. Сделали прогноз на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. Ожидается, что по итогам этого года 11 из 14 показателей будут выполнены. В зоне роста объем инвестиций в основной капитал, показатель иммиграционного оттока населения и сельское хозяйство. Остальные параметры, в частности основного параметра этого вала регионального продукта будет находиться в положительной зоне. Индекс промышленного производства также мы наблюдаем с ростом. По итогам 9 месяцев отмечается его рост и темп роста с показателем 110%. При этом темп индекса промышленного производства замедляется в целом по Российской Федерации. В Ульяновской области развивается палеотивная служба. В регионе действует 110 коек для оказания такой помощи. По итогам прошлого года палеотивную помощь получили почти 12 тысяч человек. За три года появилось новое направление – обеспечение пациентов на дому медицинскими изделиями для поддержания жизненно важных функций организма. Прежде всего это дыхательное оборудование, такое как аппараты неинвазивной искусственной вентиляции легких, откашливатели, кислородные концентраторы. В целом за трехлетний период в 3,9 раза увеличилось число пациентов, обеспеченных подобными медицинскими изделиями. Кроме того, на 66% увеличилось число амбулаторных посещений с палеотивной целью к врачам-специалистам. В регионе реализуется национальный проект «Цифровая экономика». 30 октября дан старт тематической недели. Пройдет около 240 мероприятий, из них 220 на муниципальном уровне. В рамках этого проекта на территории области реализуются 4 региональных проекта. Это информационная инфраструктура, это информационная безопасность, это цифровые технологии, цифровое государственное управление. За этот год сделано достаточно много. Буквально, вы знаете, на прошлой неделе губернатор назначил меня министром и определил мне основные задачи. И главная из них – это обеспечение качественной сотовой связью и интернетом населения нашего региона. На заседании губернатор озвучил несколько вопросов с прямой линии. Студенты ОЛГТУ пожаловались главе региона на работу общественного транспорта. Жительница Сурского района – на хлам на кладбище. Губернатор поручил решить вопросы как можно быстрее. Также обсудили подготовку спецтехники к зиме. В этом году 216 машин будут чистить город от снега и льда.